Интереснейшее заявление Акио Тойота. Это бывший глава правления крупнейшего в мире производителя автомобилей. Я думаю уже поняли какого, да? По фамилии. Так вот, экс-глава правления Акио Тойота компании Тойота утверждает, что электрокары никогда не будут доминировать на мировом авторынке. И что место им на нем не более третье. Далее почти дословно из интервью. Привлекательность электромобилей ограничена, поскольку миллиард людей в мире все еще живут без электричества. Это он намекает, я так понимаю, на неразвитость инфраструктуры. Так? В этом плане. Ну а также говорит, они дорого обходятся в обслуживании. Акио убежден, что электромобили на аккумуляторных батареях займут всего 30% рынка. И это максимум. Остальные 70% займут электромобили на топливных элементах, гибриды и водородные автомобили. Стопэ, скажете вы. А теперь помедленнее. В 70% снова есть электрокары, что ли? Какая-то дичь выходит. Но не так уже и дичь. Электромобили на топливных элементах это не те привычные нам электрокары, где запас хода ограничен возможностями его аккумулятора. Так? Это относительно новый тип. На борту таких авто либо внедрен какой-то гибридный агрегат, установка, либо организовано производство электроэнергии. Вот это уже интересно, согласитесь. Машинка имеет тяговый электромотор и аккумулятор. А заряд его идет за счет топливных элементов, которые функционируют, как он предлагает, на водороде и кислороде. Кислород будет хапать всю лицу машинка, а водородом, естественно, придется заправляться. Электроэнергия, по сути, вырабатывается за счет реакции с атмосферным кислородом. Как пример, уже есть такие автомобильки, это МЭРС, 385 километров запас хода по городскому циклу, заправка водородом занимает 3 минуты. Тут, конечно, возникнет вопрос, наверное, о наличии сетей заправочных станций, но Тойота говорит, что их организовать намного проще, нежели электро. И, как бы, нет проблем, например, с организацией таких станций в отдаленных от населений местах. Помимо электро на топливных элементах, компания Тойота, конечно, разрабатывает и верит в автомобили с ДВС на водороде, в котором водород это топливо. Эти заправки, о которых он говорит, могли подойти бы что вторым, что первым. Ну, а вот эти батареечные электрички Тойота считает не более, чем дорогими гаджетами. Согласны с японцем, не?